Мадина. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Рада вас видеть. Спасибо вам большое за то, что выделили время для нас сегодня. Я немножечко с таким вступлением поприветствую всех наших сегодняшних участников, кто подключился. Во-первых, спасибо всем большое, что сегодня подключились, что вы все сегодня с нами. Как вы знаете, Фонд развития культуры и искусства уже второй год ведет международный полумарафон самаркандский. И в прошлом году мы занимались вопросами доступности в культурных учреждениях для незрячих и слабовидящих. В этом году тема довольно-таки сложная, но в то же время она не менее актуальная. В частности, для Узбекистана, где эта тема довольно-таки не изучена. И в этом смысле очень хотела поблагодарить наших партнеров, инклюзивной и образовательной части. Это проект «Аутизм. Дружелюбная среда». И вот сегодня менеджер этого проекта Александра Петрова с нами. Мы очень благодарны за то, что они выделили время, консультируют нас с самого начала этого проекта. Я думаю, что все это было бы невозможно без них. Также хотелось поблагодарить наше местное сообщество. Это клуб «Ангелочек», в частности, Пархада Артыкбаева, который тоже все это время очень сильно нам помогает. Он является таким связующим звеном для нас с родителями детей с аутизмом. И я надеюсь, что сегодняшняя сессия будет всем очень полезной. Я просто хочу технически обозначить один момент. Если вдруг через 30-40 минут оборвется связь, по этой же ссылке вы опять можете зайти на конференцию. Все вопросы, пожалуйста, задавайте в режиме чата, не через микрофон. И если останется время, мы на них все ответим. Если вдруг мы не успеем сегодня, то мы организуем либо другую сессию, либо ответим на нашем веб-сайте на эти вопросы. Слово передаю Александре. Спасибо большое. Добрый день, дорогие участники марафона. Я рада вас приветствовать. Рада, что вы нашли то же время и подключились к нашему марафону, к конференции. Я вам сегодня буду рассказывать про аутизм. Пару слов про программу «Аутизм – это жилебная среда». И перейду непосредственно к рассказу про аутизм. Это тренинг для персонала, который мы рассказываем для сотрудников культурных учреждений. Мы приходим в культурные учреждения, музеи, театры, кинотеатры и так далее. И знакомим людей с особенностями аутизма для того, чтобы семьи могли посетить эти места и чувствовать себя там комфортно, чувствовать себя там, что их принимают, что понимают особенности детей. И, в общем, для всех это было бы посещение такое достаточно удачное. Сейчас я перейду к демонстрации экрана, покажу презентацию, которую я подготовила. В конце я покажу один или два ролика, там посмотрим по времени. И, конечно же, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Оставляйте их в чате, я посмотрю и в конце постараюсь ответить на ваши вопросы. Программа «Аутизм. Дружелюбная среда» — это программа фонда «Выход», которая возглавляет Авдотья Смирнова. Программа работает уже пять лет в культурных учреждениях Москвы. Первым был Музей современного искусства «Гараж», который подключился к этой программе. И уже достаточно, ну, то есть крупные музеи Москвы присоединились уже к этой программе в некоторых других городах — Екатеринбурге, Воронеже, Белгороде, Костроме, Калининграде. То есть это программа, которая существует не только в Москве и в Санкт-Петербурге, в крупных наших городах, но и работает в регионах. Она направлена именно на то, чтобы людей с аутизмом принимали в культурных учреждениях, были настроены дружелюбно. Поэтому она называется «Дружелюбно». Что такое аутизм? Аутизм — это как раз семинар-тренинг для персонала, для работников культурных учреждений. Что такое аутизм? Аутизм — это не болезнь, это особенность развития, поэтому мне нельзя говорить, что эти люди больные, это некорректно. Это особенность развития, которая проявляется в течение трех лет, как раз возраст социального взаимодействия. Когда дети начинают общаться, когда родители понимают, что с их ребенком что-то не так. Ребенок с аутизмом может родиться в абсолютно любой семье, независимо от национальности, здоровья или социального положения родителей. Поэтому родители не должны ощущать на себе этот груз вины какой-то, спрашивать себя за что — это непредсказуемо. И причина аутизма до сих пор неизвестна, и тот, кто найдет причину аутизма, наверное, получит на близкую премию. Потому что до сих пор никто не знает, от чего появляется аутизм. Многие все-таки склоняются больше к тому, что это генетически. Причина все-таки еще неизвестна, не доказана. И лекарства от аутизма не существует, так как, я уже сказала, это не болезнь, это особенность развития. Конечно, есть лекарства, которые помогают детям справиться, взрослым и детям справиться с определенными проблемами. Нарушение сна или какие-то особенности тревожности. Да, действительно есть лекарства, которые снимают это. Но вылечить аутизм нельзя. К нему можно приспособиться, с ним можно жить. К нему могут приспособиться семья, могут приспособиться окружающие. И, конечно же, обязательно с этими детьми нужно заниматься, помогая только педагогическими. Немного про статистику. Аутизм, по данным Минздрава, есть у одного процента детской популяции России. Если мы берем любую другую страну, то мы просто берем детскую популяцию, детское население и берем один процент. То есть мы можем сказать о том, что эта цифра достаточно большая. И есть мнение, что детей с аутизмом рождается все больше и больше. Это вопрос такой еще спорный. Потому что как существует статистика, это что? Что туда входит? Это диагностика аутизма, прежде всего. К сожалению, даже и в Москве, даже, я уж не говорю про города и другие России, то до сих пор существует проблема с диагностикой аутизма. Не все специалисты, психиатры, неврологи готовы поставить такой диагноз. Поэтому мы не можем подсчитать точное количество детей с аутизмом. И в этом есть определенная проблема, потому что чем более точную цифру мы представляем, тем больше мы можем рассчитывать на поддержку государства, фондов и так далее. То есть если мы показываем, что проблема, она действительно большая и действительно много таких людей, то, конечно, мы можем рассчитывать на поддержку больше. Поэтому цифры, в общем-то, условные, но мы понимаем, что проблемы существуют, и таких детей достаточно много. Поэтому мы не можем закрывать на это глаза. мы должны на это обращать внимание, должны относиться, ну, в общем, как минимум в понимании, к тому, что такая проблема существует. Все люди с аутизмом очень разные. И, конечно же, диагноз может поставить только врач. Но если вы, я сейчас обращаюсь к сотрудникам именно культурных учреждений, если к вам приходят люди и у вас какие-то есть сомнения по поводу того, какой у него диагноз стоит у человека, у аутизма всегда этот ряд нарушений. Это, прежде всего, нарушение социального взаимодействия и коммуникации. Это то, что отличает аутизм от других особенностей людей. Это, прежде всего, очень часто отсутствие речи. И за этим идет очень много, естественно, проблем коммуникации, проблем жизни этого человека, проблем жизни семьи, в котором растет такой ребенок или взрослый уже человек прибывает. Конечно, человек, который не может объясниться, который не может поговорить, рассказать о том, что его беспокоит, вообще выразить свою потребность словами, конечно, это большая проблема и для него, и для окружающих, чтобы понять его. И часто дети с аутизмом, взрослые с аутизмом показывают своим поведением то, что они чувствуют. Поэтому часто это поведение, которое нам кажется странным, но таким образом люди с аутизмом пытаются донести, что они действительно чувствуют и хотят сказать таким образом. Нарушение социального взаимодействия, чуть подробнее на этом остановлюсь. Это то, что, так скажем, неписанные правила, которые понятны всем взрослым людям, окружающим. Это набор норм, правил, по-другому мы еще называем воспитание. Это то, что маленькие дети впитывают. С детства они смотрят на своих родителей, повторяют за ними. Детям с аутизмом это практически недоступно. У них нет такого понятия, как норма, нет понятия стыда. Они не знают, что такое хорошо, что такое плохо, если грубо выражаясь. Часто такие дети кажутся невоспитанными. Они, казалось бы, то, что обычные дети понимают, что нужно уважать старших, что нельзя разговаривать, если у человека есть речь, нельзя громко разговаривать в помещении, где всем может быть некомфортно от того, что громкие какие-то производства. Таких примеров может быть масса, и я не буду долго на этом останавливаться. Надеюсь, что это понятно. И это скорее по наблюдению за такими людьми можно будет уже в дальнейшем понимать. Но главное, я скажу про это дальше. Понимаю, что человек это делает не специально, не нарочно. Он не хочет разозлить, он не хочет принести вред какой-то. Он просто не понимает многих вещей. И, конечно, родители стараются привить ему эти социальные нормы. Но бывает, что проблем настолько много у родителей и есть ребенок с аутизмом, что на это даже иногда не хватает слов. Ограниченность интересов и стереотипное поведение. То, что есть у всех людей с аутизмом, выражается это также разными способами. У кого-то это какие-то стереотипные движения, которые ребенок постоянно повторяет. Есть такое проявление, что ребенок как будто машет крылышками вот так вот руками трясет. Или он подпрыгивает на месте. То есть это масса, масса может быть проявления. Это всегда повторяющиеся какое-то движение. Либо это, если опять же, ребенок владеет речью, то это могут быть какие-то слова, которые он постоянно повторяет или целые предложения. Но в любом случае это что-то, что позволяет ему как-то успокоиться, то, что ему понятно, знакомо. И это, как называемые, стереотипы, стереотипы, которые... С которыми, опять же, специалисты, которые работают с ребенком, они стараются бороться, как-то пытаются снизить. Потому что это, конечно, привлекает внимание окружающих. Очень часто мешает общаться с ребенком, со взрослым. Ну, то есть это не есть хорошо, конечно, но это такая особенность, которой можно привыкнуть в принципе. Это вскрики могут быть, которые действительно очень сильно привлекают внимание окружающих. Ну, это такая особенность, которой, к сожалению, иногда ничего нельзя поделать. Сенсорная чувствительность. Что здесь имеется в виду? Часто дети и люди с аутизмом имеют особенность восприятия, например, громких звуков. Их пугают громкие звуки, их пугают много шумов. Поэтому трудно находиться в толпе. Мы на эту тему посмотрим ролик еще в конце, если останется время. Там наглядно очень это показано, что мы живем, если мы живем в большом городе особенно, на нас много очень влияет всего. Но мы к этому привыкаем, и мы учимся находить самое главное в этом потоке. То есть какие-то звуки, которые нам действительно важны для нашей безопасности. То для людей с аутизмом это все превращается в какофонию, в шум, который их пугает, который приводит к тревоге. Они просто могут впасть в панику. И поэтому они избегают мест скопления людей. И иногда даже бывают такие случаи, что ребенок боится вообще выходить дома, боится общественного транспорта и так далее. Это очень большие проблемы с этим связаны. Есть определенный способ, как с этим справиться. Есть, например, противошумовые наушники, которые мы используем, например, тоже в тех же музеях. Или если мы устраиваем, фонд устраивает мероприятие какое-то, где много будет детей, то вот эти вот противошумовые наушники, они помогают. Они позволяют слышать, если это концерт, например, слышать музыку и воспринимать там речь человека, который рядом находится, но поглощают шумы и поглощают и в целом дают ребенку ощущение больше комфорта. Также в сенсорную чувствительность входят некоторые особенности восприятия запахов. То есть есть люди, которые не очень чувствительны к запахам, и это резкий запах, который в помещении каком-то находится, они могут тоже, опять же, испугаться. Это как-то может их, в общем, привести к стрессу. Поэтому тоже такая вот есть особенность. Есть и милые такие забавные случаи, когда тоже, опять же, вот такая вот особенность человека с аутизмом. Есть у меня такой один знакомый мальчик, который очень любит запахи, и он может подойти к женщине и понюхать, какими духами она сегодня подушилась. Это как раз такой пример из серии социального взаимодействия. То есть если к нам подойдет незнакомый мальчик и понюхает наши духи, то мы, конечно, скажем, что это невоспитанное, что это за странные проявления. А человек с аутизмом ведет себя как ребенок, и он остается таким порой до самой старости. Поэтому мы учимся принимать таких людей, мы учимся, может быть, где-то не обращать внимание на такие проявления. Также, если говорить про сенсорную чувствительность, мы можем здесь сказать про особенности, то есть некоторые боятся темноты, дети тоже это такая... Но опять же, мы говорим про посещение каких-то зданий, помещений, учреждений вне дома, которые все равно нам нужно посещать, которые... Иногда это там полифлейник, то есть какие-то места, которые мы не можем избежать. И опять же, эта темнота очень многих пугает, и тоже можем отнести это к особенности для детей с аутизмом. Но опять же, еще раз повторю, что все люди с аутизмом очень разные. Я постаралась вам рассказать именно про триаду нарушений, которые присущи всем. Но опять же, мы еще раз повторю, что это, прежде всего, это, конечно, нарушение коммуникации. Это проблемы с речью, и от этого идут все остальные, собственно говоря, проблемы с речью. Следующий слайд. День обычного ребенка. Ну, вот это вот такая... Здесь пиктограмма не представлена. Дом, школа, либо детский сад ребенок идет, это кинотеатр, магазин, ресторан. Все, что доступно обычному ребенку, и то, что недоступно порой семьям, в которых есть ребенок с аутизмом. Эта проблема начинается с детства, детский сад, потом далее идет школа. Ребенка не понимают, не принимают из-за его особенностей. Не хотят подстраиваться под его особенностью коммуникации. В кинотеатре его пугает темнота. В магазине его могут пугать большое количество людей. В ресторане или кафе у него есть определенные особенности и стереотипы в еде, которые не позволяют ему прийти в обычное просто кафе покушать. И родители так же не могут это сделать. И так же из-за обилия людей, которые находятся в этом месте. Это слайд, иллюстрация того, насколько семья, в котором есть ребенок с аутизмом, бывает замкнута в своем мире. Насколько много времени они проводят дома. И это важно как раз донести до сотрудников культурных учреждений, музеев, кинотеатров, театров. Что то, что обычным детям и их родителям дается легко и непринужденно, то для семьи, где есть ребенок с аутизмом, подросток с аутизмом, где есть взрослый с аутизмом, поход в такие места самая настоящая проблема становится. И поэтому существует программа «Аутизм – дружелюбная среда», где мы в первую очередь общаемся с сотрудниками этих учреждений. Мы рассказываем про аутизм, рассказываем про особенности людей с аутизмом. Мы создаем определенные условия. Например, в кинотеатре, вот у нас есть кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. Там есть специальный зал, в котором два раза в месяц проходят адаптированные показы для детей с аутизмом. Там есть определенные условия, которые мы создали для того, чтобы дети и взрослые там чувствовали себя комфортно. Например, там полностью не выключен свет. Он приглушен, но он не выключен полностью. То есть там нет полной темноты, и это позволяет не только детям не бояться того, что на экране ярко, а вокруг темно, но и в любой момент встать и выйти, если вдруг ребенок себя почувствовал некомфортно, если у него случилась перегрузка сенсорная. И семья может в любой момент, не спотыкаясь там о чужие коленки, пройти и выйти из зала. Также мы снижаем уровень звука в кинотеатре конкретно в эти дни. И звук становится не такой громкий, и поэтому тоже более комфортно всегда создается. Но я опять же подчеркну очередной раз, что мы встречаемся также с сотрудниками кинотеатра, в котором проходит адаптированный показ, и также разговариваем с ними, рассказываем про аутизм, чтобы они относились более с пониманием к таким детям, с доброжелательностью относились к родителям. И, собственно, в этом и состоит наша миссия, наша программа «Аутизм – дружелюбная среда». И даже есть такая наклейка «Аутизм – дружелюбная среда», на ней написано, которую мы потом можем на двери такого учреждения наклеить, и тогда семьи с аутизмом видят эту наклейку и понимают, что в этом месте их примут, и значит, что здесь среда дружелюбная будет. Вокруг аутизма есть много мифов, стереотипов, которые порой очень мешают родителям, семьям, где есть человек с аутизмом, и действительно много информации, которая неправдоподобна, которую люди черпают из таких неизвестных источников, из фильмов, либо то, что передается из уст в уста, действительно много информации про аутизм уже сейчас стало. Но я бы сейчас хотела остановиться на тех мифах, которые хочется опровергнуть. Из-за особенностей человека с аутизмом, то, что у него часто нет речи, и он общается каким-то непривычным для нас способом, кажется, что они настолько замкнут и спрятаны в своем мире, часто у них отсутствует контакт глаза в глаза. Мы привыкли, когда мы общаемся, все-таки использовать мимику, жесты, мы смотрим друг в друга в глаза, и таким образом мы передаем дополнительную информацию о том, что нам можно доверять, и что в наших америях нет какой-то агрессии, или какого-то, то есть мы говорим правду и так далее. То есть мы передаем глазами и жестами много информации. Из-за того, что человек с аутизмом часто со стороны выглядит, что он замкнут в своем мире, и часто очень люди делают вывод, что ему никто не нужен, что он сам по себе, что он вроде бы как сам выбрал себе такую стратегию поведения. Но это не так. Люди с аутизмом очень нуждаются в общении, они очень привязаны к своим близким. Да, бывают проблемы и даже среди близких, и в семье, что нет контакта близкого. Но тем не менее, создается даже такое впечатление, что невозможно достучаться до того человека, который внутри находится, этого человека с аутизмом. Но это не значит, что не надо с ними общаться, это не значит, что не нужно с ними взаимодействовать, просто нужно больше терпения, доброты, и человек с аутизмом рано или поздно откликается на такое отношение. И вот все, опять же, надо подчеркнуть, что все люди с аутизмом, конечно, очень разные, но тем не менее, есть много теплых людей, которые, наоборот, очень ищут контакты, им очень нужны общения, друзья, и они очень привязаны к людям, которые понимают их, понимают их, педагоги или близкие, семья. Да. Но опять же, что это тоже, если человек не умеет проявлять свои чувства, что значит, он не любит, не чувствует, не хочет общаться, это не так. Также есть миф о том, что люди с аутизмом имеют какие-то сверхспособности, что это люди гениальные, что гениальны в математике, как правило. Да, есть процент определенных людей, которых действительно есть суперпамять, они действительно очень хорошо логически мыслят, они часто очень успешны в компьютерной технике, много программистов, которые действительно ушли в этот мир машин и компьютеров, и там у них все понятно, все комфортно, а с людьми им тяжело общаться. Вот. Но на самом деле этот процент не больше, чем у обычных людей. Вот. Поэтому нельзя сказать, что если у человека аутизм, значит, у него обязательно будут какие-то сверхталанты. нет, такой же примерно процент, как у обычных людей. Поэтому, ну, просто я знаю, я сталкивалась, не рассказывая, другие родители, что, ну, если узнают, что у ребенка аутизм, что чуть ли не там завидуют, что, о, у вас ребенок гений. Вот. А на самом деле там много проблем. Если есть какие-то сверхспособности, то они уж в жизни точно никак не помогают, а это скорее даже, может быть, это мешает. И еще раз хочу подчеркнуть, да, мы говорим про то, что их объединяет, людей с аутизмом, но все же мы стараемся все-таки не ставить диагноз на первый месяц. Мы стараемся все-таки видеть человека и понимать, что у каждого свой характер. Да, есть особенности, но прежде всего человек с аутизмом – это человек. Уже дальше есть особенности, с которыми можно жить, с которыми можно смириться. Просто нужно больше понимать. Это, опять же, слайд, который демонстрирует стереотипы какие-то. И еще раз хочу подчеркнуть, что ребенок, человек с аутизмом, ведет себя странно, потому что у него аутизм. А не потому, что он хочет разозлиться или как-то он хочет сделать плохо. Это не значит, что он избалован, что он невоспитанный, что это капризы, что это педагогическая запущенность. Просто это такие особенности, с которыми, опять же, педагоги и родители стараются справляться, но, опять же, не всегда, может быть, где-то получается, не всегда это возможно. И мы просим всегда проявлять терпение и понимание все-таки. Это ситуации, кризисные ситуации. Это мы уже переходим к такому более практическому, практической части, в которой, если мы говорим про музей, или какое-то другое учреждение, куда приходят люди с аутизмом, и они ведут себя странно, они привлекают внимание, может быть, это какие-то громкие звуки. Потому что человек с аутизмом, если у него отсутствует речь, это не значит, что он все время молчит. Это бывают часто проявления, которые так называемые вокализации, когда ребенок просто произносит какие-то очень громкие звуки, скрики или какие-то одни и те же повторяющиеся слова. И это привлекает действительно внимание, и особенно в учреждениях, где не принято привлекать к себе внимание, вести себя тихо. И если какая-то ситуация происходит, или мы можем брать совсем какую-то кризисную ситуацию, там у ребенка случилась истерика, там и родители пытаются как-то с ней справиться, в этой ситуации мы не можем никак помочь. Человек со стороны, особенно который не имеет отношения к этой семье, конечно, помочь здесь никак не может. Единственное, что мы можем сделать, это не проявлять бурных эмоций. Ребенок с аутизмом, его нельзя застыдить, нельзя сказать что-то, что на него повлияет. Он часто вообще не воспринимает какую-то критику со стороны, он воспринимает только от близкого человека. какие-то слова. Поэтому проявление бурных эмоций, его еще больше вгоняет стресс. То есть бурных эмоций, что это семейцы в виду? Ну, это что? Ни в коем случае, конечно, нельзя кричать на детей, на взрослых, или там какие-то делать резкие движения, это то, что еще больше испугает, и уж никак не поможет. Не запугивать ребенка, это тоже из той же серии, часто, когда, понимаете, еще тут вот, в чем коварство аутизма, я всегда про это говорю, обычно говорю это в начале, в чем коварство аутизма? В том, что внешний аутизм очень редко проявляется. Вы видите ребенка, и вы сначала думаете, что он обычный, и что с ним все в порядке, а потом он как-то начинает себя вести странно, и вам кажется, что сейчас вы просто проявите какой-то акт воспитания, и все придет в норму, но на самом деле, нет, это не поможет. Всегда нужно обращаться к человеку, который вас сопровождает, если у вас есть какие-то вопросы, возникают. Ну, и ни в коем случае не запутать, что ребенка... Но это то, что, я не знаю, насколько у вас это распространено. В России очень распространено вот это вот желание давать советы родителям, у которых ребенок неправильно себя ведет, и особенно люди старшего поколения, которые начинают, пытаясь помочь маме или папе, начинают давать советы и запугивать каким-то образом ребенка, говорят, что я там себя отведу сейчас, хмелить и так далее. Ну, когда какие-то прям критичные, ну, грубо говоря, там ребенок, например, вцепился маме в волосы, да, там. Вот так. Это со стороны выглядит очень неприятно. И вот. И думают люди, что могут как-то на это повлиять, а в результате, конечно же, никому никогда не помогают. Не комментировать действия ребенка. Это то, что, о чем уже я говорила, обращаться к ребенку напрямую порой действительно очень сложно. Он не смотрит вам в глаза, непонятно, и даже кажется, что он вас не слышит порой. Поэтому если нужно обратиться, если вы хотите обратиться к ребенку, к семье, то нужно всегда действовать через его сопровождающего. Это особенно распространено, когда класс приходит куда-то. Бывает, что ну, проще отловить какого-то отдельного ребенка, ему сделать замечание. Но здесь, конечно, нужно всегда обращаться к сопровождающим. У нас часто может быть стремена ситуация, что дети ходят, если они идут в какой-то музей, например, то у них сопровождающих все-таки больше, чем один учитель. Это так называемые тьютеры, которые помогают находиться детям в классах, учиться. и они всегда сопровождают ребенка и к ним можно всегда обратиться и к ребенку. Не обсуждать действия родителей. Это очень сложно, но, поверьте, главный эксперт всегда по особенностям и по поведению ребенка, конечно, его родители. И порой кажется, что они ведут себя неправильно, например, игнорируют какое-то поведение ребенка или, может быть, слишком резко как-то относятся к этому. Но здесь ничего нельзя поделать. Со стороны может оказаться, что это неправильно, но, опять же, это внутренние отношения родителей ребенка и часто они знают действительно, что они делают. И, поверьте, им очень тяжело ощущать на себе взгляды, комментарии, которые они слышат за своей спиной. Очень часто родители выбирают путь вообще никогда, чем слышать бесконечное осуждение, комментарии за спиной, что у них ребенок невоспитанный, что он какой-то странный и так далее. Поэтому это очень такой момент непростой для родителей. со временем, конечно, можно к этому привыкнуть и все-таки родители, которые выбирают путь не держать ребенка дома и выходят в люди и ребенок посещает школу, может быть, необычную школу, может быть, коррекционную школу, но, тем не менее, ребенок постепенно привыкает к обществу и он привыкает к норму идеи в обществе. И поэтому так важно действительно, чтобы было как можно больше учреждений, которые принимают такие семьи, принимают такие идеи, потому что они со временем привыкают и научатся жить в обществе. И поэтому наша программа является таким важным, важной программой фонда. Выход, мы таким образом несем информацию про аутизм, мы таким образом все-таки помогаем родителям не замыкаться в своем мире, не замыкаться в своих проблемах, а все-таки выходить, выходить, не бояться, чувствовать себя полноценным шлемом общества. Ну, вернусь немножко на землю к нашим интересным ситуациям, которые могут произойти в музее. Не советовать без просьбы не делать ничего для решения родителей. Это такая тоже правило, аксиома, потому что родители лучше всего знают, как поступить с ребенком, поэтому лучше ничего не делать за настоятельно, лучше к ним обратиться. Ну, вот мы говорим про то, что все нельзя, 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 но что же все-таки можно делать и как все-таки взаимодействовать с людьми с аутизмом. Кажется, что они такие загадочные, странные, необычные, пугающие, может быть. Нет, на самом деле, конечно, все они очень разные, опять же, я подчеркну, может быть, это просто какой-то молчаливый мальчик или девочка, которые не идут на контакт, не смотрят в глаза, и они пришли. И на самом деле то, что мы можем сделать, то, что всегда вызовет ответную реакцию и просто расслабит даже немножко семью, которая находится в стрессе, они в новом месте находятся. Вот, и поэтому призываем вас не бояться, не вступать все-таки в какой-то минимальный контакт, как это обычно, собственно, мы делаем между собой, не бояться улыбнуться, поздороваться, вы сами почувствуете, насколько человек расположен дальше в контакт, потому что действительно есть люди с аутизмом, которые готовы к тебе в контакт, которые хотят общаться, да, может быть, они делают в какой-то не очень привычный способ, может быть, вместо слов они захотят взять вас за руку, там, есть люди, которые, я знаю, очень нежные, ласковые, которые очень хотят обниматься, вот, такие тоже бывают проявления контакта, да, какой-то коммуникации, вот, ну, просто не бояться и постараться как-то отнестись с пониманием к таким вещам. Что очень важно, если вы обращаетесь к человеку с аутизмом, не надо перегружать свою речь большим количеством слов, большим количеством фраз, не использовать метафоры, не использовать каких-то сложных сравнений, как можно более кратко, четко, используя паузы, всегда обращайте внимание, насколько вас человек услышал, понял, что вы сказали, если видите, что человек не воспринимает речь, то всегда лучше использовать жесты, например, если там нужно куда-то подсказать, куда-то пройти, то есть, человек находится в новом помещении, в новом здании, просто не ориентируется, где картеров, где туалет, где буфер, где вход в музей, где выход из музея, и когда мы начинаем работать вплотную с каким-то музеем, когда мы вводим его в программу, мы, ну, это я чуть позже скажу, мы делаем социальные споры, где мы много заранее проговариваем, и часто с человеком с антизмом можно общаться набором карточек, то есть, так называемая визуальная информация, да, то есть, они часто, им тяжело воспринимать что-то на слух, да, то есть, много речи, они очень устают от этого, поэтому, если мы работаем с курсоводами в музеях, то мы стараемся им говорить, что вы давайте меньше информации, больше визуальной информации, больше показывайте, больше давайте, там, где есть возможность потрогать, то есть, не перегружайте человека с аутизмом обилием информации, которую должен воспринимать на слуху. Он очень быстро перегружается. Если сравнивать это, для обычного человека, это как иностранный язык. Если мы приезжаем в какую-то другую страну, и мы не понимаем речь, то очень быстро устаем от этого. И мы пытаемся что-то понять, но вот очень быстро устаем. такой пример, такой пример, который помогает понять, что человек с аутизмом чувствует, когда ему слишком много говорят. Ну, опять же, я уже сказал, где возможно использовать для поддержания диалога форта. И я уже сказал, что у меня есть Еще раз повторю, еще раз подчеркну, будьте доброжелательны. Если в ситуации, в которой вы видите, вы понимаете, что нужна какая-то помощь, если родители рядом, то всегда можно на самом деле спросить, такое простое правило, просто спросить, о чем я могу вам помочь. Вот. И если это какая-то критическая ситуация, то можно даже как-то оградить его. Вот. Потому что, что такое учреждение, да, культурное? То есть, если мы приходим, то есть, туда приходит семья, где есть ребенок с аутизмом, если мы уже встретились, поговорили с сотрудниками в музее, если мы донесли до них информацию, они как будто становятся с участниками вот этого процесса, они как будто уже на стороне этого, этой семьи, родителей. И они уже как будто это такая поддержка уже, которую семья ощущает. Но в музее же есть, я все говорю про музей, потому что это самая такая площадка, которую чаще всего мы используем все-таки для вот этих вот отработки социальных навыков, для посещения семей. есть люди, которые пришли тоже в музей, посетители. И если сотрудник музея уже знает, что к нему пришла такая группа, что к нему пришла такая семья, то он как бы уже на стороне этих родителей, и он может что-то уже как-то оградить его от посетителей, может быть, от каких-то комментариев, которые ему спины там летят. Ну, то есть это уже какой-то друг получается этих родителей этого ребенка, в какой-то степени можно так сказать. Если вдруг ребенок оказался один в музее, например, он потерялся, а это ситуация, которая очень страшная для семьи, где есть ребенок с аутизмом, потому что часто он не может объясниться, он не может рассказать, кто он, что он, поэтому потерять ребенка с аутизмом очень страшно. И, конечно же, нужно как можно быстрее соединить его с педагогом, если вдруг он убежал или с родителем. И если вы на один с ним общаетесь, то еще раз повторю, что говорить нужно спокойно, четко, делая паузы, стараясь использовать все-таки какую-то визуальную информацию. У нас сейчас у всех есть с собой, как правило, мобильные телефоны, смартфоны, для которых можно и набрать какой-то текст, какую-то простую фразу, если ребенок воспринимает печатный текст. Опять же, каждому ребенку мы ищем свой подход и понимаем, что вот это он понимает, он может прочитать, а это он не понимает. Но визуальную информацию чаще всего воспринимают все. То есть, это какая-то фотография или картинка. Ну и, конечно, как можно быстрее нужно найти сопровождающего, потому что он его ищет, он волнуется, поэтому надо побыстрее, конечно, соединить их вместе. Вот. И вот опять же, из-за особой сенсорной чувствительности прикасаться к ребенку, как правило, нежелательно. Бывает, что он очень резко реагирует на такие прикосновения, там, если он берет удар, или там его вести. Но опять же, не все, тут нужно просто быть осторожным насмотреть по конкретному ребенку. Потерялся, то, конечно, бывает, что другого пути нет, ему нужно как-то двигать там в сторону, там, место сбора, всеобщие группы, там, или, если мы устраиваем какое-то массовое мероприятие, в апреле у нас, 2 апреля, день информации про аутизм, всегда фонд устраивает какое-то мероприятие, то мы всегда с организаторами обговариваем какое-то место, где все встречаются, кто потерялся. Пока что у нас случаев таких не было, все-таки родители очень внимательно всегда следят, чтобы ребенок был рядом, не пускай его из поля зрения, ну вот, но все-таки мы обговариваем на такой местной встрече, предъявшись найти. Я не знаю, к сожалению, все-таки формат онлайна, он подразумевает определенные ограничения, я не знаю, сколько людей сейчас с нами, которые именно работают в музее, я все-таки больше опираюсь, это все равно какие-то универсальные правила, их можно переносить на другие культурные учреждения, я все-таки буду говорить про музей, но их можно переносить также на другие учреждения, культуры. то, что помогает ребенку с раз, расстройство аутистического спектра, позволяет чувствовать себя более комфортно в условиях музея, либо другого какого-то культурного учреждения. То, что мы делаем, как мы готовим программу, что включает в себя программу, вот я хотела бы проговорить поэта сказать несколько слов. Первое, это социальная история, вот сейчас я покажу в следующем слайде, как она выглядит. Это максимально подробно визуальная такая информация, которая позволяет семье подготовиться к походу в какое-то учреждение, в которое они идут первый раз. Мы начинаем прежде всего с фотографии этого здания, дальше максимально подробно расписывать все моменты, с которыми столкнется семья, ребенок с аутизмом, то есть вплоть до того, как открываются двери, каким способом, кто встретит на входе, там, охрана или сотрудник музея, там, попросит предъявить сумку, там, показать, сдать ее, там, камеру хранения, и так далее. То есть все детали мы все проговорим социальной историей. Готовим ее заранее, как к мероприятию, также и к посещению постоянному какого-то учреждения. Это социальная история, на самом деле она универсальна, родители ее могут использовать в любой ситуации, например, для похода в ту же там поликлинику, к переданному врачу. Уже социальные истории стали делать, делаться не только опираясь на фотографии, но и видео. И многие дети очень хорошо воспринимают именно видеоинформацию, не только статичные какие-то фотографии. Визуальные подсказки, но это опять же тоже, что я говорила, что на слух тяжело воспринимать, а визуальные подсказки, но это, как правило, касается навигации, куда пойти, где туалет, где гардероб, там, какие-то вещи. Адаптированный вариант экскурсии, это то, что просто и говорила, что как можно меньше слов, больше по делу, как-то какие-то, ну, то есть, это такой уже специфический момент, который долго останавливается. Отсутствие ситуации ожидания неопределенности очень важный момент, который, потому что люди очень тяжело ждать, они очень большой стресс испытывают от очереди, если куда-то большая очередь, вообще, в целом, ситуация ожидания для них очень тревожна. Поэтому, если мы говорим про музей, то мы, или там про другое, про любое, на самом деле, место, там, не знаю, начиная от общественного транспорта, аэропорт, то есть, это везде, это везде семьи с этим сталкиваются, и это очень большая информация действительно. Поэтому, если мы можем как-то помочь снизить вот этот в момент ожидания, то мы, конечно, это везде делаем, где это возможно. Пройти каким-то другим путем, через какой-то другой вход, ну, то есть, в общем, стараемся тоже избежать этих моментов. Сенсорная комната, ну, не все могут располагать таким шикарным ресурсом, как отдельное место, где есть зона сенсорной разгрузки, как мы называем, у нас, например, в кинотеатре Коро есть такая зона перед входом в зал. То есть, ну, там, как правило, это для более младших детей, когда там есть бассейн с шариками, там, или какие-то батуты где-то мы ставим. Ну, то есть, это место, где ребенок может отдохнуть как-то, вот там, например, в кинотеатре также мы хладем такие мешки, пуфы, такие большие, где ребенок может, да, сесть, погрузиться и чувствовать себя более комфортно, чем в обычных везде. Это тоже входит в эту зону сенсорной разгрузки. Сенсорная карта, ну, это то, что мы делаем тоже, опять же, в музеях, это есть всегда какие-то зоны, где более шумно, где где-то темно, более яркий свет, мы это указываем на этой карте и дальше тоже по ней уже понимаем, что есть какие-то проблемные зоны, которые можно избежать, не ходить туда или как-то быть готовым заработать. Сенсорная сумка это тоже набор, который выдается на входе в какое-то учреждение, туда входят против шумовые наушники, про которые я уже говорила, входят какие-то небольшие игрушки, которые там, например, резину, которую можно сжимать, то есть для некоторых детей это очень такой важный момент, что они что-то в руке постоянно крутят, там сжимают и помогают успокоиться, вот, где-то, я знаю, что в музее там, где-то там берушек кладут туда, ну, то есть это уже такой момент, который специфически тоже не будет долго останавливаться. И тестовый визит, это то, что тоже очень важно, потому что, ну, когда человек приходит в новое место, он испытывает стресс, вот, и иногда это большая победа для семьи, для ребенка с аутизмом, если он просто приехал на общественной транспорте и доехал до этого здания, и просто посмотрел на него со стороны, и может быть, он попытался на него зайти, и тут же вышел, и все, и на этом первый визит закончился, и мы тоже считаем это большой победой, большим успехом, и во второй раз он уже не будет, скорее всего, бояться, и уже пройдет как-то дальше, и следующий визит его будет как-то успешнее, 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 таким образом он привыкнет к новому месту, и все будет вообще понятно. Социальную историю я уже сказала, относится к предыдущему славе. Ну, в общем, на одном дыхании я могу сказать, что теоретическая, практическая часть завершена, моей презентации спасибо большое за внимание, и понимание, я бы хотела, сейчас меня организаторы наверное скажут по времени, насколько у нас есть время, я бы хотела показать ролик, у меня заготовлен ролик, он на 2-3 минуты, и дальше я готова за вопрос. У нас по времени, в принципе, у нас время еще есть, давайте, конечно, посмотрим ролик, а потом пройдем к сюжету вопросам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 и специальная acceptность, как Кай видит это сложно показать как он чувствует. Но он чувствует так же, как я, так же, как вы. Кай, жизнь и жизни миллионов других с авторизмом могут быть легче с более осознанностью, пониманием и приятного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok как резюме того, что я сказала. Вот, но просто еще раз ролик подчеркивает, что это проблема, которая касается всех. В Америке очень большое количество людей с аутизмом, просто это проблема, которой занимается очень давно. Поэтому, к сожалению, просто у нас нету русскоязычных даже таких роликов. Роликов мало достаточно, которые в английский язык, русский сутки. Да. Спасибо большое, Александра. У нас даже вот какие-то вопросы уже появились. По-моему, на некоторые из них в ходе презентации вы ответили. Но вот у нас здесь есть вопрос. Хотелось бы спросить о подходящих профессиях для людей с аутизмом. Вот, кстати, меня тоже очень интересует, есть ли какие-то особенные профессии, в которых они быстрее адаптируются, появляют себя, или это зависит от того, насколько прогрессировал синдром, допустим, да, или насколько тяжело протекает синдром? Ну, конечно, конечно, здесь нужно понимать, да, степень, насколько аутизм, ну, не зря его называют спектр, да, расстройство аутистического спектра. Есть, конечно, люди... Есть разные уровни, да, того, как... Да, разные уровни, конечно, которые есть и умственная отсталость, есть, опять же, в другом конце спектра есть люди, которые имеют какие-то тоже сверхспособности, там, гениальные математики, программисты и так далее. Замечено, да, что людям с аутизмом, конечно, проще общаться с техникой, ну, чем с людьми, естественно, все профессии, которые связаны с коммуникацией, с общением с людьми, конечно, для них часто недоступны никак. Поэтому, скорее всего, это какие-то прикладные... прикладной... неправильно, кажется, прикладной труд. Нет, ну, в смысле, то, что можно делать руками, это какие-то мастерские, то, что я знаю, то, что у нас происходит, это, как правило, да, в мастерские, там либо гончарные, столярные, это связано с кулинарией, с какой-то, да, то есть то, что можно делать руками. Ну, конечно, у всех есть свои скорости. Конечно, кому-то нравится то одно, кому-то другое. Вот. Поэтому, ну, да, конечно, это профессии, которые не связаны, в основном, все-таки, с общением, и даже, если это какая-то, ну, просто очень часто нужна поддержка. На месте работы все равно должен быть человек, который, бывает, направляет. То есть, опять же, все очень разные. Вот у меня такой вопрос возник именно с точки зрения того, что вот мы, когда мы начали работать с нашими местными сообществами, да, мне кажется, очень актуально в связи с тем, что сейчас пандемия, да, и вот это идет тема с коронавирусом. Я знаю, что большинство родителей считают, что их дети слабее иммунитета, нежели чем, вот, обычные люди, обычные дети. И вот, например, если я срываюсь со своими детьми, вот мы ждали, когда музей откроют, то есть мы уже срываемся, везде ходим, мы уже все семьи переболели, и как-то дети абсолютно даже не поняли, что они заболели. Вот чаще всего слышу от родителей, что вот у кого дети с аутизмом, они говорят, нет, наши дети слабее, они иммунитетом слабее, поэтому мы боимся. Правда ли это, или вообще, то есть какое-то имеет вообще отношение к физическому здоровью, да, ребенку? Ну, тут я считаю себя не вправе комментировать, на самом деле, потому что я не врач, у меня нет муниципального образования, вот, я думаю, что это скорее, этот страх, он скорее больше все-таки психологического характера, потому что здесь родители, которые столкнутся с болезнью, любой ребенка с аутизмом, им преодолевать это гораздо более сложно, чем обычным, чем обычным родителям с обычными детьми, потому что это связано и с помещением, стационаром, и особенностями питания, и невозможностью порой взять какие-то анализы, анализ крови, например, это много-много всяких, поэтому я понимаю, конечно, родители детей с аутизмом, которые стараются минимизировать все-таки риски, просто снизить себе свой уровень тревожности, но мы надеемся, что все-таки пандемия когда-нибудь закончится. Мы тоже очень ждем, потому что, да, это уже тема, которая бесконечно длится. Вот у меня еще один вопрос такой возник, так как мы начали вот тоже связываться с различными институциями, в частности, в Великобритании и в Италии, вот с разными европейскими институциями, в частности, вот с Россией, да, вот с вами, мы заметили, что разный подход к проблеме, то есть, да, как они решают проблемы, как они озвучивают, то есть, очень важно, я бы даже сказала, в какие-то моменты они задают такие вопросы, они спрашивают, нет ли у нас, ну, нам надо понять, вот как они к этому относятся, то есть, бывает действительно разный подход, получается, и в чем, вот, например, что влияет, допустим, какие факторы влияют на то, как государство, или там, я не знаю, как родители, как собственно выстраивают эту историю, чисто опираясь на ваше мнение, это общество, влияет, или уровень осуданности, что конкретно может влиять на то, что различные страны, различные программы, да, себе адаптируют, в этом смысле, просто мы заметили некую разницу, вроде есть какие-то общие правила, но существуют какие-то вот, даже есть моменты, которые немножко противоречит, или даже садов. Ну, я думаю, что, конечно, здесь много зависит от, тоже, поддержки государства, насколько, официальная власть поддерживает, и обращает внимание на проблему, я думаю, что все равно этой проблеме больше уделяют внимание все-таки частные фонды, вот, и если говорить, например, я не знаю, к сожалению, про опыт Италии, Великобритании, просто я с ним не сталкиваюсь, но если говорить про Америку, то это очень сильное родительское сообщество, и все перемены, которые, опять же, там, то есть, получается, не государство шло навстречу родителям, а родители шли навстречу государству, то же, что и сейчас происходит в России, то, чем занимается фонд «Выход», он устраивает конференции, соединяет родителей, соединяет родителей из разных городов, делает все для того, чтобы они были активными, чтобы они объединялись с сообществом, чтобы они шли на диалог с государством, с местными, то есть, на разных уровнях, да, то есть, выходили представители власти, и, конечно, только вот вместе вот это вот движение, оно успешно, потому что, ну, конечно, один родитель вообще очень мало что может сделать. Если родители начинают объединяться, у них есть общая цель, как, например, образование, они много могут добиться. К сожалению, и мы тоже с этим столкнулись в свое время, что мало внимания уделяют эти проблемы в России, и если бы родители не были настолько активны, если бы они не говорили о своих проблемах, то, в общем-то, бы их не замечали, и вообще никуда бы ничего не двигалось. Сейчас мы понимаем, что все равно это как снежный ком, то есть, мы начинаем говорить про аутизм, и уже если ранее, то есть, вот как мы работаем с музеями, например, они сами приходят к нам, они сами приходят в фонд и говорят, мы хотим, чтобы у нас была такая программа. У нас уже есть для таких категорий, для таких категорий, теперь мы хотим для аутизма. Вот, то есть, и есть месяц апрель, есть второй апрель, день информирования про аутизм, который ООН озвучил в 2008 году, 2007. Вот, чем больше информации мы даем, тем больше людей узнают про это, тем больше людей понимают, как это входит в положение. Вот, ну вот, вот так. Вот вы сказали про ООН, да, мне просто очень еще интересно, вот в России насколько участие в таких международных организациях, например, как ЮНИСЕФ, ООН, насколько они активно вообще вовлекаются вот так? Есть ли какая-то поддержка от международных институций, которые в России? Или в основном только государственная поддержка? Ну, я не могу конкретно сказать про эти организации, потому что фонд, ну, я знаю, что если какие-то происходят какие-то конференции международные, то фонд, конечно, участвует, там, ездит, есть Autism Speaks, такая международная организация, с которой мы активно сотрудничаем, и фонд, когда устраивает конференции, тоже для родителей, приглашает специалистов, много тоже из-за рубежа, из разных стран, из Америки, Израиля, там, других стран, то есть, ну, мы стараемся, конечно, перенять опыт, естественно, международной практики, вот, поэтому, ну, еще у нас есть даже не один фонд, который занимается проблемой аутизма, то есть, фонд Выход, есть еще обнаженные сердца, которые, вот, Наталья Вадянова, она не только занимается аутизмом, я знаю, но и другими тоже особенностями, вот, есть, там, также другие фонды, то есть, уже даже не один фонд с этим занимается, несколько, и у каждого свой какой-то подход, они чем-то отличаются, кто-то более адресно, адресную помощь оказывает, потому что, эти вот занятия, которые помогают детям с аутизмом, да, они, поскольку это тоже привлечение специалистов высокого уровня, порой они там дорого стоят, кто-то адресную помощь вот оказывает. Фонд Выход занимается все-таки построением системы, в целом, основы, опоры, на которые родители потом смогли бы дальше действовать, то есть, это взаимодействие с государством, конечно, продвижение на уровне, там, высших учебных заведений, каких-то, то есть, чтобы водился курс, там, прикладного анализа поведения, чтобы обучали студентов педагогических вузов, чтобы в медицинских вузах больше внимания тоже умерялся проблемой. Ну, то есть, вот глобально занимается построением системы. А есть ли еще у кого-нибудь вопросы? Если вопросов нет, я бы хотела Александра поблагодарить вас в первую очередь за то, что вообще за вашу поддержку за весь этот период с проектом, потому что я должна обозначить то, что Александра с нами с самого начала, она конфликтировала нас со всем с этим вопросом. И вообще вот эти все программы, вся вот эта образовательная была бы без вас невозможной. И фонд «Выход» хотелось бы поблагодарить. И, конечно же, программа «Аутизм. Дружескопная среда» за то, что вы так открыты и оказываете так много поддержки этому проекту. Также я хотела поблагодарить всех, кто сегодня присоединился и напомнить, что 1 ноября открывается регистрация на «Самарканд Хакмарафон». Точнее, забег произойдет с 1 ноября, а регистрация уже открыта. И те, кто хотят поддержать проект, те, кто хотят поддержать эту тему, вы можете зарегистрироваться у нас на сайте, и все деньги пойдут на обеспечение доступности, обеспечение доступности для людей с аутизмом. Поэтому мы будем очень рады любой поддержке и в частности музеев мы бы хотели поблагодарить, хотели бы попросить быть более активными. Любые программы, любые инициативы мы готовы рассмотреть, оказать поддержку, связаться со специалистами, попросить их помощи, если это нужно, адаптировать, где-то у вас есть вопросы. И если у вас возникнут вопросы после завершения сессии, вы вспомните, что вы что-то забыли спросить, опять-таки на связи, можете обращаться через наши соцсети или через наши соцсети. Спасибо вам большое, Александр, и вам спасибо большое. Будем на связи в следующий пятницу на следующую сессию с родителями, с родительственными сообществами из Екатеринбурга. Будем опять-таки рады всех видеть, и мы эту тему продолжаем и будем обсуждать и подвигать. Спасибо большое. Спасибо большое всем за внимание. Я очень рада с вами и знакомству, и общению, и я уверена, что оно будет продолжаться, наше сотрудничество. Я очень рада, что наш опыт полезен и что он продвигается и идет дальше. Все больше и больше людей узнают про эту особенность. Я надеюсь, что в Узбекистане все будет на уровне. на уровне. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok